Мы приехали с Одессы, у нас поднялся весь народ против фашистской власти, которая захватила Киев. Мы стали собирать подписи за референдум, где люди оставляют свои мобильные телефоны, фамилиями отчества. По-любому можете набрать, вам подтвердят, что это действительно люди за референдум в Одессе. У нас эти подписи Антон Давиченко пытался отобрать. Вот сколько мы смогли, посчитали, тут 2000 мы собрали за 6 часов. Антон Давиченко в Одессе представлял, якобы он борется за Россию. На самом деле это человек, проплаченный новой властью, который дурит в Одессе людей, который издевается. Вчера он подписал соглашение с Евромайданом о том, что он с ними в перемирии, о том, что он с ними совместно будет патрулировать город. На нас на всех просто наплевали. Губернатор области нас не защищает в Одессе, хотя народ поднимается, людей очень-очень много. В Одессе распространяют вот такие вот листовки, она уже у нас просто потрепалась, правый сектор, где сказано о том, что 50% своего имущества вы должны передать фашистской этой власти. Тут получается коменданта назначили, тут просто плохо видно, пидлый. А ну девочки, попробуйте прочитать. Я вижу, что у вас эмоции. Сколько там вообще обстановка в Одессе угрожает для вас? Нам, вот за то, что мы везли сюда эти подписи, нам сказали, что нас расстреляют, что нас убьют, что выкрадут наших детей. Да, музычка Евгений Александрович является комендантом в Одессе, главным по сбору имущества у жителей Одессы. То есть 50% недвижимости вы должны отдать этому музычка. Идет перепись, описывается все ваше имущество. В вашей квартире будет находиться или же военный склад оружия, или же медпункт, или же будут они проживать. На окраине Одессы издеваются над пенсионерами, одинокими, ходят с оружием и заставляют это делать. Просто беспредел настолько, что это ужас. Доехать, чтобы к вам сюда попросить у Севастополя, у России помощи для Одессы. Нам, пенсионеры, у нас есть видеосъемка, где собирали по рублю по два нам на дорогу. Одесситы очень сильно ждут вас, потому что защиты нам просить не у кого. Дети наших пытаются угрожать детьми. Мы назад не можем вернуться, потому что они объявляют в Одессе, что мы сепаратисты, что мы предатели и так далее. Помогите, пожалуйста. Почему народ-то не поедет? Да встает, ну спал, ну а доносия мы, блядь. Нам не дают оружие, с оружием ходят. За полчаса мы поедем. Какой зовут? Мария. Вы даже не знаете, как мы выезжали. Нам же угрожали. Учителя из школы звонят, просят защиты, директора, учителя школ. Дети приходят, говорят, у меня дети учатся в русской школе. И спрашивают, прихожу, я в родительском комитете состою. Прихожу в школу, дети подходят, ну начальная школа, у меня дети старшей школы. И говорят, скажите, пожалуйста, мы теперь, говорит, тоже в тюрьму сядем, сядем за то, что мы будем учить русский язык и разговариваем на русском. У нас просто сил нет. Для того, чтобы к вам доехать, мы выключали полностью мобильные телефоны, вытаскивали батареи. И монотония. Просто такое гонение пошло, что это просто ужас. По всем каналам в Одессе, одесские местные каналы передают, что у вас война, что у вас стреляют, что у вас уничтожают. Это просто страшно. Идет просто прессинг именно массовых информаций. Людей дурят и обманывают, запухивают. Нам дороги просто назад нет без помощи. Нас уже ждут. Нас признали, что мы предатели. Передали по телевизору, люди звонят. Наши вот лисы вот все есть. Как мы вернемся назад? Мы только с армией вернемся. Подержите, пожалуйста, нас. Вот люди, я вас прошу, собирайтесь на митинги, потому что с народом никто не считается. Мы люди обычные, понимаете? Я сейчас позвонила маме и сказала, что по телевидению нашему одесскому ничего не показывают. Показывают только Верховную Раду и прокуратуру, которая говорит, что те, кто пошел против этой власти нелегитимной, они предатели Родины. Как нам теперь возвращаться в свои семьи и в свой город? Дети у нас охраняют казаки русской православной церкви, казаки морского казачества, потому что мы уехали, но дети беззащитные у нас остались. Мы ехали с иконами, с молитвами. Вот они у нас в машине лежат, Михаилу Архангелу. Молились и просили защиту. Люди боятся, они запуганы, нигде мы могли не ехать. Желающих поехать просто автопробегом было много. Нам позвонили и сказали, если вы выйдете, вас расстреляют. А мы уже не могли сдвинуться. Мы по ночам собирались. Будьте, будь люди, спасибо вам огромное. Спасибо вам. Там много людей, там много. И молдаване, и армяне, они же тоже подпишутся. 23 февраля за Россию выступило 10 тысяч людей. 10 тысяч людей. А здесь, это маленькие. Нельзя Одессу предавать. Там люди, они надеются на нас. Нельзя, вы понимаете. Скажите, ну вот ситуацию просто в двух словах. Ну, по поводу казахов. Поддерживают нас казаки. Вроде бы Биркута наши одесские тоже с нами. Казаки бы уезжали из Одессы сюда ехали. Казаки оставили свои номера телефонов. В случае, если нашим семьям, детям будут угрожать, они помогут отстоять. Все. Приехали беженцы из Одессы. Сейчас они находятся у нас здесь под стенами администрации. Я их привез с Хрусталева. Сейчас наш сотрудник по связанным с общественностью будет заниматься их размещением. Окажем всю возможную помощь людям. Ну и будем разбираться с их проблемой. Как таковой будем пытаться их решить. Субтитры подогнал «Симон»